Раввины знают, что что бы они ни сказали, те, кто в них верят, будут слушать и принимать их постановление слепо, независимо от того, что они говорят. И не важно, если они не правы или выдумывают вещи. Ведь Талмуд требует слепой веры от своих верующих. Пример этому вы можете найти в трактате 89 Сангедрина. Там мудрец говорит, что даже если раввин говорит тебе, что твоя правая рука — это на самом деле твоя левая рука, то, конечно же, ты знаешь, что он не прав, но это не важно, ты под обязательством чего бы раввин ни сказал. Если раввин говорит тебе, что есть что-то, что Бог запретил тебе, или убить человека, который, как ты знаешь, невиновен, даже тогда ты под обязательством делать то, что приказывает тебе раввин. С такой властью, вместе с тем фактом, что нет храма и нужно переизобретать иудаизм, раввины изобрели новое понятие — драж, интерпретация еврейских писаний. Благодаря драж раввины могут делать все, что захочется, включая искривление библейских текстов и их интерпретацию, исходя из собственной эгоцентричной повестки. В книге Исход 34.27 Бог говорит Моисею, «Напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобой и с Израилем». Раввины, которым нужно было как-то обосновать, прикрыть свое новое изобретение, устный закон, изобретают новый драж, говоря, что термин «ибо в сих» исходит с слова «уста», и поэтому это доказывает, что Бог дал Моисею устный закон. Тебе не нужно быть великим библейским ученым, чтобы понимать, что это совсем не то, что Бог сказал Моисею в этом стихе. Пожалуй, истинное является обратное. Значение «ибо в сих» в библейском еврите, как и в современном еврите, это «ибо в сих». Поэтому Бог выражает Моисею, что завет был заключен на основе того, что написано. В трактате Сангидрина мудрецы использовали стих из Исхода 23.2 «Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы по большинству от правды». Проще говоря, не иди за толпой и не искривляй справедливость в плохом направлении. Что же сделали мудрецы? Они вырвали слова «не следуй за большинством» из контекста, игнорируют слово «не» и изобрели новый драж. Касательно этого стиха, утверждая, что это доказывает, что Бог хочет, чтобы мы следовали за раввинами. Так, ссылаясь на драж до тех пор, пока раввины будут иметь большинство среди нас, они могут интерпретировать и провозглашать, что им захочется, в то время как народ Израиля обязан следовать им и их указан слепо, без вопросов. В таком случае тоже, вам не нужно быть гением, чтобы увидеть намеренное искажение здесь. В Исайе, глава 30, дается обетование Израилю, что в будущем они увидят Бога своими собственными глазами, и глаза твои увидят твоего учителя. Обратите внимание на объяснение раввинов на сайте сапа-еврит.орг. Они говорят, в ортодоксальном сообществе приемлемое понимание этого стиха, что человек должен физически видеть своих учителей и раввинов. Из-за этого многие вывешивают портреты важных раввинов в своих домах, с этой надписью из Исайя 30-20 на них. Но это никогда не было истинным значением стиха. Этот стих в Исайе не говорит о многих учителях, но только об единственном. Этот стих не говорит об учителе во плоти, но о Боге. Пророк говорит, что в будущем Бог больше не будет спрятан от человечества, но станет видимым для них. Вы понимаете, о чем этот стих говорит на самом деле? Хотя сказано в 10 заповедях, не делай себе образа. Раввины взяли библейский стих, вырывая из контекста, извратили его смысл и создали новую заповедь. Да, сделали образ себе. Нет необходимости знать библейский еврит или понимать намерения писателя-пророка. Все, что тебе нужно, это смешать этот стих для своих намерений. В Талмуде Рэбе Йошуа комментирует Кторазаконие, 30 глава, 11-12 стихи. «Ибо заповедь, которую я даю тебе, мне тяжела для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было сказать, кто бы зашел бы в небеса для нас и принес ее нам, чтобы мы могли ее услышать и исполнить ее». Простыми словами, Бог говорит, что закон недалеко и несложен. Он не в небесах, но близко. Каждый может его постичь. Что сделал Рэбе Йошуа? Он извлек три слова из этого стиха и дал ему новую искривленную интерпретацию. Он утверждает, что «не на небе» означает, что сила и власть больше не у Бога. И даже если Бог закричит своим голосом с небес, Он больше не власть и авторитет. Вместо него теперь раввины. Вот как Талмуд выкладывает. Рэбе Йошуа встал на свои ноги и сказал, «Тора не на небесах. Мы больше не принимаем в расчет голоса с неба, поскольку Бог дал уже Тору на горе сена». Написано в трактате Сангидрина в Талмуде, что Адаму и Еве сказали о славе Рэбея Киевы, и что после потопа потомки Ноя изучали интерпретации мудрецов. А как мы знаем, в то время Библия могла едва ли содержать первые десять глав бытия. Будущие события еще не произошли. Отец Варавраам еще не родился. Не Моисей. Эти усилия включить поздние интерпретации раввинов, этот устный закон, в книгу бытия. Конечно, это нелогично и противоречиво, но в конечном счете это, естественно, служит очень хорошо своей цели. Чтобы направить внимание Израиля на раввинов, просто добавь немного драж в рецепт, и ты сможешь сварить, что тебе захочется. Звучит нелогично? Что ж, исходя из того, что говорят раввины, нехватка логики в Талмуде и есть доказательства того, что он пришел от Бога. Посмотрите пояснение Рэбе Готлиб Фишера. Человеческая логика сама не могла бы вынести смертельный вердикт или побивание камнями тому, кто написал две буквы в шаббат, или пронесет объект тяжелее перышка на расстояние больше четырех локтей публично. Без традиции, вдохновленной Богом, человеческий рассудок бы посчитал, что только тяжелый и утомляющий физический труд, как перенесение камней или рубка древесины, или любой иной вид тяжелого труда, мог бы рассматриваться как запрещенный в шаббат. Разве вам это непонятно? Глядя на Рэбе Готлиба, нехватка логики в заповедях устного закона – это доказательство того, что он от Бога. Думаете ли, что интерпретация мудрецов пытается спрятать Ешуа? Это именно так. Ешуа 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 Продолжение следует...